...не имеет значения, но гораздо удобнее использовать таких якобы частных лиц. Это вот то, о чем мы говорили. Это государственные или частные структуры? Это не государственные или частные, это сицилийские. Это сицилийская система, потому что в данном случае они формально являются частными, но выполняют государственные задачи. Это вообще, можно сказать, идеальная формула, идеальная модель для Путина и для этого политического режима. Про характер Путина, Кемерову трагедию. Он не был с народом. Что это значит? Страшно. Страшно, неприятно. Он уже испытывал такую ситуацию не раз, но по крайней мере самое известное, когда он появился в зале с родственниками погибших подводной блоки Курск. Это неприятная история, это тяжелая история, но тогда его политические позиции были... Достаточно слабо менюсты, о чем это было только несколько месяцев после избрания и получения поста президента. Сейчас, после 18 лет во власти, он считает себя возможным игнорировать такие встречи, такие неприятные встречи, поэтому ему сказать людям нечего. Ему трудно было найти соответствующие слова во время встречи с семьями погибших в Курске, но сейчас он даже не хочет тратить на это время, силы, душевную энергию и так далее. Нет необходимости, потому что режим уже сформировался жестко авторитарный, полуавторитарный. Нет никакой необходимости завоевывать или удерживать популярность, потому что полученные вот эти результаты во время этого водовидного шоу 18 марта показали, что он может делать ничего не делать. Он все равно получит вожделенную корочку от госпожи руководителя Центральной избирательной комиссии. Вообще ничего может не делать, он все равно это получит. Просто зачем тогда встречаться с людьми? Зачем это делать? Абсолютно нет никакой необходимости. То есть вот за эти 18 лет произошло радикальное увеличение дистанции между ними и людьми, какими бы они ни были. Еще в 2000 году он мог ходить и говорить, знаете, меня тут поддерживают, тут люди плачут, тут бросаются на шею и все такое. Сейчас ему этого не нужно. Потому что инструментарием политических технологий, пропагандистских технологий, финансовых технологий обеспечивается его сохранение власти, независимо ни от чего. Какая бы трагедия ни произошла, сколько бы людей не погибло, сколько бы людей не погибло в Украине, в Сирии, в Чечне, в Грузии, в Кемерово, в каком бы другом месте нет никакой необходимости. А как народ реагирует к такому поведению Путина? В тоталитарном режиме народ безмолвствует, как еще учил Александр Сергеевич Пушкин в «Бессмертной поэме» Борис Годунов. Народ безмолвствует. То есть он даже может это говорить, но его не слышно. Потому что в тоталитарном режиме этот звуковой сигнал не преобразуется ни в какие действия. Просто создается эффективная стена, она может быть прозрачная, но эта стена, которая не позволяет транслировать любые пожелания, возмущения, критику со стороны граждан, кем бы они ни были, до властей. Эта связь полностью ликвидирована. Собственно, это самый явный, яркий пример того, что режим даже от жестко авторитарного перешел к полутоталитарной стадии. Почему бы ты не участвовал в дебатах во время организации? Та же самая причина, то, что ты сказал. Нет необходимости. Люди участвуют в дебатах тогда, когда они хотят получить либо поддержку, либо укрепить эту поддержку, либо расширить эту поддержку, либо не допустить ее сокращения. Нет этой необходимости, потому что все это достигается другими решениями. И дебаты, и участие в разговорах с людьми – это все элементы демократической политики. Это политика, где люди имеют права на высказывания, и где власти обязаны их слушать. Может быть, не всегда они ответят, может быть, не так ответят, но они обязаны общаться с людьми. А тоталитарный режим характерен тем, что лидер, или вождь, или фюрер, или император, или хан, или султан, кто угодно, у него нет необходимости общаться с этим людям. Он может общаться только с любимыми визерами, наложницами, кем угодно. Общаться с тем, кто там со стороны, нет никакой необходимости. Совсем есть какая стратегия, что будет дальше? У кого? У Путина. Конечно, конечно, вне всякого сомнения. Еще раз повторю то, что сказал на сессии, еще раз хочу сказать, донести до всех. Ни в коем случае нельзя недооценивать противника, и в том числе такого успешного противника, потому что если находится 18 лет у вас, надо признавать, что это успешная позиция. Говорить о том, что у Путина нет планов, это просто не понимать его совсем, в том числе наблюдая его действия в течение 18 лет. Все серьезные проекты Путин серьезно готовит, серьезно планирует, долго готовит, с большим количеством возможных вариантов и с собственным погружением в большое количество деталей. Конкретно я могу сказать, как человек, принимавший участие, например, в разработке плана экономических реформ в самом начальном периоде, степень, глубина погружения лично его в осуществление этих действий феноменальна. Никакой Гайдар, Чубайс близко не подходили к такому уровню погружения в экономические проблемы, хотя они считаются экономистами. Как это делал Путин во время, когда я с ним общался в 2000-2001 годах? Это феноменально, просто невозможно себе было представить этого. Я знаю потом уже по другим фактам, поскольку изучал, что 7 лет он готовил интервенцию против Грузии. 7 лет методично готовил, включая такие вещи, как, например, инфраструктурный проект по строительству шоссейной дороги в Дагестане, с помощью которой должны были быть заброшены войска на территории Грузии. Когда были подготовлены специальные две бригады горных войск, которые в полном объеме не были тогда использованы, он готовил их за несколько лет до этого. За несколько лет до этого он вышел из специального договора по ограничению вооружений на флангах в Европе. Когда ты видишь все это, ты понимаешь, насколько глубоким, долгосрочным является планирование такого рода операций. Операцию против Украины он готовил 11 лет, с 2003-2004, когда она была осуществлена. Операцию по изменению Конституции, мы знаем, что для того, чтобы увеличить этот срок до 6 лет, Медведев по его поручению сделал сразу же после того, как только он оказался на посту президента. Это задолго задуманное, подготовленное проработано. То есть любые заявления о том, что у Путина нет плана, у Путина нет планов, но это просто говорят люди, которые ничего не понимают в том, что делает Путин. Это человек, который тщательно относится к каждому своему шагу, особенно серьезным шагам, стратегическим шагам, который серьезно продуманно, серьезно обсуждает эти свои планы с людьми, которых он считает специалистами, экспертами, профессионалами в этой области, и с которыми он последовательно делает такой фолло-ап, следует тем, как меняется ситуация, какие дополнительные факторы появляются и так далее. Например, он тяжелейшим образом переживал в 2005 году, когда происходила монетизация Львуд, которую в основном готовил Кудрин в течение полутора или двух лет, и который оказался просто недостаточно просчитанной и подготовленной. Хотя он принимал в этом участие, он в какой-то степени, конечно, не полностью все, он сам считает, естественно, есть люди для этого, но потом, когда выяснилось, что эта монетизация оказалась просто не до конца просчитанной, они просчитались на несколько десятков миллиардов рублей, что в те времена, с огромной суммой, то это было очень болезненным для него лично ударом, потому что это говорило о том, что сам он отнесся недостаточно серьезно к этому одному из важнейших проектов, которые осуществляются под его эгидой. Поэтому, конечно, план есть и на эти шесть лет, и на последующие годы. А вот мы не о всех этих планах знаем, или можем о каких-то загадываться, но то, что эти шесть лет, а также последующие годы очень серьезно продуманы в отношениях законодательном, что делать и как это делать, увидим, что после 7 мая, после инаугурации, какие действия будут приниматься во внутренней политике и во внешней политике, вне всякой стороне. Но он человек в этом смысле немножко формалист, он не будет этих шагов осуществлять после выборов до 7 мая. Он дождется 7 мая, и вот 8 мая он будет это делать. Как вы думаете, у его плана есть мирная война? Мировая. Мировая. Значит, я об этом уже, во-первых, немножко сказал на панели, и сегодня поставил пост у себя в журнале, если вам интересно, можете взглянуть. Войны в традиционном смысле не будет, я утверждаю это. Это моя точка зрения. Если я ошибаюсь, то иначе вы скажете, что жить. Но с моей точки зрения ее не будет, потому что соотношение ресурсов в традиционном смысле этого слова настолько не в пользу России, что дело даже не в том, что надо быть безумцем, тут не надо никем быть, потому что соотношение слишком очевидное. Соотношение по военным расходам 13 к 1, соотношение по ОВП 10 к 1, соотношение по военным расходам на одного военнослужащего, НАТО против России 3,5 к 1, а если брать американские войска и российские войска 10 к 1. То есть это просто военная вооруженность, техническая вооруженность, вооружение средствами и связями, чем угодно со стороны американцев, со стороны российских войск. Эта война, если бы она такая была, просто была на истребление, на истребление слабейшего просто, как это произошло с Челока-Вагнера под Дезезором. Поэтому такой войны в традиционном смысле Путин точно будет избегать изо всяческих сил, ну а Запад не заинтересован в этом, естественно, тоже. Но Путин, поскольку имеет свое представление, о своих слабых и сильных сторонах. Сильными его сторонами является обладание такими ресурсами, которым Запад либо не обладает, либо обладает в гораздо меньшей степени. Химическое оружие. Он обладает, Запад нет. Использование ядерного оружия, скажем, например, полония для отравления людей. Запад этим не занимается, этого не знал до недавнего времени, а у него это есть. И я уверен, что мы еще не знаем многих других элементов оружия, но мы узнали о том, что есть там интернет-тролли, есть там пропаганда, есть там вещах, которых тоже там, если русские уже знали, это там 10 лет последних, то, скажем, наши соседи, и там те же самые американцы, этого не знали, хотя им сколько рассказывали, они в это поверить не могли. Наконец-то это дошло до них, они с этим познакомились. Но это тоже новое средство, новое оружие, при использовании которого у Кремля было явное преимущество, потому что это было новое оружие, а жертва не знала об этом, не знала о масштабах применения, о том, как это использовать, как от этого защищаться, в том числе в условиях открытого общества, в условиях демократии, в условиях первой поправки, свободы слова и так далее. Только со временем Запад вырабатывает противоядие, инструменты, технологии, методики. Я имею в виду, Запад в самом широком смысле слова от Соединенных Штатов до Литвы, потому что это то же самое, как бы жертвой становится, неважно кто за пределами российских границ. Это все требует сил, требует времени, требует технологии, требует знать. Но, например, сегодня уже западные страны, западные общества в гораздо большей степени подготовлены к такого рода, например, пропагандистским атакам, гораздо лучше понимают это. Создано уже немало центров по разоблачению лжи, фальсификации, фейков, реагирования на это. Все понимают, что есть реальные комментаторы, есть фейковые, троллинговые комментаторы и так далее. Сейчас, после, конечно, отравления полонием и новичком, средства защиты людей от химического и радиационного поражения, естественно, будут развиваться гораздо более энергичными темпами и не только в Великобритании, а во всех западных странах. Я тоже упоминал, что вот, например, энергетическое оружие, которым не использовал даже Советский Союз, мы знаем, во времена, поскольку хотим стал использовать, Литва тоже применила свое противоядие, создав газовые терминалы, тем самым образом пытаясь защитить собственную экономику от энергетического шантажа. То есть, это идет постоянный процесс с одной стороны разработки новых методов, нетрадиционных методов введения военных действий и выработки противоядия, защиты против этих методов действий. Что же касается традиционных, вот еще раз скажу, традиционных военных действий, я испытываю исключительно глубокий скепсис о том, что такое возможно. А ядер на руках? Опять-таки, это традиционные методы, это традиционные методы, которые там сравниваются. Нет, никакого смысла. То, что он сделал, то, что он заявление о том, что там, значит, кому нужен такой мир без России, это чистый шантаж в стиле Ким Чен Ира и всей этой самой семейки, о чем еще Андрей Пьенковский давно-давно написал, что, значит, если у того есть ведро ядерных отходов, то у этого такой арсенал, почему бы этим не воспользоваться. Но старая русская пословица говорит, что лающие собакой не кусают. Значит, Путин никогда не говорил о том, что мы будем использовать яд-новичок, и поэтому он использовал. Он никогда не говорил, что будем использовать радиационное средство полонии, и он это использовал. Когда он говорит, что он будет делать и что он будет использовать, это очень хороший индикатор, что этого никогда не будет применено. Продолжение следует...